Привет, друзья! Все мы любим посмеяться над людьми, которые попадают в нелепые ситуации, а особенно над теми, которые опозорились в прямом эфире перед миллионами зрителей. И сегодня на канале Уфэкт мы покажем вам подборку таких случаев. В обычный день такое бы не случилось, но перед камерой обязательно что-то пойдет не так. Так и вышло. Разговаривали себе мужики о делах важных, да не задался у них что-то разговор. Решили пустить стол вместо аргументов. И все это, конечно, в прямом эфире. Пишите в комментариях, какие еще драки вы видели на телевидении. Когда до эфира считанные секунды, не стоит лезть к репортеру, а то можно нарваться на грубость. Ну а здесь ничего особенного. Просто сурдопереводчик читает рыбчинку. Наверняка все видели эту дурацкую игру в слова. Ее крутят по всему миру. Но я думаю, мало кто видел, как ведущую рвет в прямом эфире. После такого позора рейтинг программы наверняка взлетел вверх. И еще больше доверчивых зрителей стали звонить на платные номера передачи в надежде заработать денег. Я же сейчас хочу показать вам реальный способ заработка, для которого вам понадобится всего лишь ваш компьютер или даже мобильный телефон. Алексей Вильнюсов как раз будет вам отличным примером. На своем канале он рассказывает своим подписчикам, как обеспечить финансовую независимость с помощью трейдинга на платформе Олимптрейд. Алексей всего за полгода смог заработать больше 12 миллионов рублей и позволит себе шикарную жизнь за границей. Он летает на самолетах, катается на яхте, снимает самые дорогие отели в разных частях света. В своих видео он делится с подписчиками главными правилами, выигрышными стратегиями и всеми нюансами торговли на платформе Олимптрейд. Так что переходите по ссылкам в описании, чтобы зарабатывать как Алексей и даже больше. А здесь футбольный комментатор скажет все сам, так что смотрим. Выкрутился он неплохо, а вы слышали еще когда-нибудь маты в прямом эфире? Пишите в комментариях. А эти ведущие во время эфира вообще непонятно что себе думают, хотя очень даже понятно. Входит в серию так называемого большого шлема, его призовой фонд. А тут обычное себе азиатское телевидение, когда во время эфира внезапно началось землетрясение. Тот момент, когда думал, что никто не заметит. Хорошо, когда у тебя есть чувство юмора. Можно хоть как-то разнообразить скучный репортаж, что и сделала эта девушка на заднем плане. Над ведущей новостей решили прикольнуться. Или это был сбой в Матрице, или такой сюрприз на Хэллоуин. Но ей, похоже, это явно понравилось. С любопытными воронами всегда происходят нелепости. Вот зачем тот мужик на заднем плане стоял и смотрел, как на него сейчас упадет автобус. Еще немного бы и накрыло. А у этой ведущей явно нервишки не на месте. Если боишься людей, лучше не работай репортером.